Ой, это видео Ой, какие, блин, у нас были лиза, прикольные Пока мы сидим тут на бровке в Монжол В этом городе В этом городе Хайден Пробую вам вкратце рассказать Собственно, об этом месте У нас город достаточно старый Ему больше 5 лет И это считается Ну, такой, как бы, столицей бизнеса Китая Здесь огромное количество фабрик И каждый день здесь Заключается Заключается большое количество сделок Вот Здесь все очень жарко Вот барец Большое количество красивых небоскребов Но город очень грязный Город грязный Все это Жаркая погода В принципе, не очень хорошая То есть Все это, конечно, красиво Но хочется быстренько Когда-то не будет Как-то не будет Здесь Все время Но в целом Это не мой город То есть Он большой, крупный Огромный Огромнейшим зданием Да И я люблю Так Во ближней роде Будет все живое Настоящего Вот так Это библиотека Гуанчжова Это библиотека Это библиотека Гуанчжова А у нее очень прикольный дизайн Нам Конечно Для больших фотографий Очень полезно Потому что Ты видишь, как он Он садит телефон Нимоверно А камера А этот телефон вообще не заряжается Да-да, что я хотел сказать В общем, наша попытка Культурно просветиться Не получилось Потому что сегодня воскресенье И Музей работает до 4-х Вообще, в принципе, в Китае Все такие государственные учреждения Работают до 5-ти максимум Вот И по данным Иногда суббота У них обучение Воскресенье Чистый день до выхода Да В субботу В субботу В принципе, мы вообще Вернее, в воскресенье Мы вообще редко когда Посещаем субботу Потому что Как получилось Потому что Когда посещают Это китайцы Это ад И невозможно ничего Рассказывать Вот Ну в общем Культурно просветиться У нас не получилось Поэтому мы пойдем дальше По нашему плану И так циколочке Субботу Субботу В какое-то время мы сидели и наблюдали за китайцами, которые ходили вот так со своими ленточками, играли, тусовались. В принципе, обычное китайское развлекание. Мы очень устали, находились, и потом поехали после трёх дней в Гуанчжоу. Мы сначала поехали на вокзал, где прождали ещё 2,5 часа наш задерживающийся поезд. Но потом благополучно валились спать, и утром уже были в нашем любимом саду, который нас встречал дождём. В общем-то, мы дома, и всё замечательно. Вот такое получилось на первое время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!